Музыка Здравствуйте Здравствуйте Требую прекратить Валакиту с возбуждением уголовного дела по факту погромов и попытки убийства от вашей семьи Да, верно А что это такое? Что? Стали субить мою семью, сожгли дом А на полтора года идет Валакита с возбуждением уголовного дела А есть? Занимался защитой прав людей Вандиты, при пособничестве полиции, сожгли дом То есть среди вашей профессиональной деятельности? Да, верно Скажите, а есть список подозреваемых? Что подозреваемых? Все люди известны, кто участковал А кто конкретно? Есть в уголовном деле именно Вы высокопоставленные чиновники. Вы не хотите их оглашать? Почему? Там есть список людей. Организатором поджога, как я понимаю, был Евгений Мезин. Его сначала посадили, потом выпустили. Помогали ему полицейские. А 6 заявлений было о погромах. А Мезин это кто? Мезин это организатор группы предприятий, занимающихся мошеннической деятельностью. Разрешение его расследуется следственным комитетом в делах от 159 степени. И делается это все очень медленно. Никаких компенсаций не выплачивают. В доме было 6 детей. Нас всех пытались убить. Время идет. Следственный комитет работает медленно. Благодаря Всевдюхову что-то началось. Потом в Свердловском районе опять все стало. Следственный комитет? То есть почти более полутора лет никакой деятельности не ведется практически. Уклоняются от расследования при клиповой экспертизе по делу и все такое прочее. А прокуратура что говорит об этом? А им не интересно. Подгайный, да, прокурор Свердловского района, подгайный, поначалу пытался что-то делать. Настаивал на возбуждение. Через полгода смог возбудить порчу чужого имущества с большим трудом. Потом вообще потерял интерес к этой ситуации. То есть дело получается идет по факту порции мышц? Дело-то идет. То есть экспертиза подтвердила что был преднамеренный поджог, да? Поджог-то был снят на видео. Это совсем известно. Даже на видео был как? Да. Обалдеть. Есть фотографии вот этого вспышки взрыва. Ну в общем-то все фигуранты известны. Самое интересное, я за несколько дней приходил к Микову, просил, меня сняли с защиты свидетелей, я пытался защититься каким-то образом. Но ничем это не помогло. То есть Дмитрий Шевченко успокоил меня, отправил писать заявление. Как раз в тот вечер, когда я написал ползаявления, сошли дом. До этого было 6 погромов. Полиция улыбалась и смеялась над этим. Все у нас очень весело в стране. Вот уже полтора года прошло, никаких движений. Обещали в 10 дней квартиру предоставить. Мы с детьми живем в одной комнате уже длительное время. Ничего не меняется. А комнату что снимаете? Дело не расследуется. Что? Комнату снимаете? Нет, у сына живем. А социальные службы города чем-то помогали? Дзержинская районная соцслужба, конечно, помогают. То есть кто-то из чиновников относится очень положительно, но пробить преступность в МВД не получается. Наша дзержинская служба помогает чем может. Очень много других моментов будут писать об этом. Будут стоять каждый день, пока преступников не привлекут к ответственности. Вы готовы представиться? Что? Представиться готовы? А, Чернышов Филипп Валерьевич. Где-то в социальных сетях можно увидеть информацию о том случае, о котором вы рассказали? Ну да, это журналистами описано. Статьи готовятся сейчас. Нет, на данный момент где-то это можно прочитать? Может быть на вашей странице ВКонтакте, где-то еще? Да, есть некоторые данные на странице ВКонтакте. Под вашим именем, получается? Если будет интерес у людей, отвечу на любые вопросы. Телефон есть, информация открыта. Любые документы могу предоставить по этому факту. Все задокументировано. Как ваша фирма называется? Вы говорите, что вы профессиональной деятельностью занимаете юридической? Фирма статус твой, а занимаюсь защитой многодетных семей от различных неприятностей. Больше социальная деятельность. Если есть возможность высказаться, хотел бы высказаться по тому факту, что до сих пор отсутствует бюджет на бесплатную юридическую помощь. Несмотря на мои требования в этом направлении, так же проблема существует и ничего не меняется. Прошу людей обратить внимание на эту ситуацию и каким-то образом, потому что это случиться может с каждым. Разверни ее пошире. Вниз. Сегодня 7 ноября 2019 года. Центр города, улица Ленина и Приханово перекресток. Здесь проходит серия одиночных пикетов. С Филиппом мы уже пообщались. Сейчас подойдем еще к одному из пикетирующих. Здравствуйте. Здравствуйте. Кто-то может сказать по поводу вашего пикета? Я провожу одиночный пикет против жуликов и мошенников, которые действуют в городе Перми. И никто этой проблемой не занимается. Эти жулики и мошенники благополучно воруют деньги у населения. На них написано несколько десятков заявлений. А наша полиция почему-то ни полиция, ни органы власти никак не возбуждаются по этому поводу. С каждым днем все больше и больше людей, которых обманывают вот эти жулики. Вот для этого я и стою здесь в пикете, чтобы привлечь внимание. Ваш это первый пикет? Нет, я хожу в пикеты с 1 апреля 2019 года. Как часто? Ну, пока было тепло, фактически каждый день я выходил в пикеты. Понятно. Есть какие-то результаты? Ну, результаты всегда есть. Как минимум человек 50-60 отказалось от сотрудничества с данной организацией. И не понесут туда свои деньги. То есть они останутся необманутыми. Я считаю, что это большой результат. Ваше отношение к одиночным пикетам? Ну, одиночный пикет это гражданская позиция, которая гарантируется Конституцией Российской Федерации. Поэтому любой гражданин может выражать свое мнение таким образом. Это, пожалуй, единственный метод, который очень просто сделать. Любой гражданин может это сделать. С чем-то он согласен, с чем-то не согласен, но он может выйти и выразить свое мнение таким образом. Где-то еще можно узнать об этой ситуации в интернете? Может быть, какая-то страница есть в интернете? Да, конечно, есть несколько каналов, но основной канал по жуликам и мошенникам компании, вот этой компании, это канал Иван Эль. Там есть видео по посещению данной компании, то, как сотрудники относятся к обманутым клиентам, то, как обманутые клиенты рассказывают о том, как их обманули. Вот вся эта информация, ну, вся не вся, а много можно подчеркнуть на этом канале. Канал Иван Перм. Смотрите, подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте. Здравствуйте. Можно вкратце, чему посвящен ваш одиночный пикет? Посвящен тому, люди вложили деньги и хотят их вернуть обратно. Эта организация обманывает людей, приглашает их на работу, обещает зарплату, потом предлагают открыть счет, вложиться, предлагают увеличение капитала, потом люди не могут забрать свои деньги назад. Вас лично коснулась данная проблема? Нет. То есть вы просто оказываете, как бы, солидарную поддержку? Да. А кого-то из ваших близких коснулось это? Нет. Друзей. Это близкие, в общем-то, тоже люди. Близких друзей? Да. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Можете вкратце рассказать, почему вы здесь? Зачем вы здесь? Я здесь, потому что я хочу уже озвучить свою личную волю, свое несогласие с существующим положением вещей, с тем, что огромные средства из бюджета выделяются, все прописывается якобы на благие народные нужды, а по сути мы видим, что деньги просто, ну так называется, отмываются, и ни в бюджете денег нету, ни по факту зоопарка денег нету, мои дети не могут ходить в зоопарк, посещать. Я очень этим возмущена. Мне бы хотелось, чтобы мои дети росли в хорошей стране, где они могут развиваться, и где правительство и чиновники отвечают за свои слова. Это ваш первый пикет? Да. Вы еще планируете выходить на пикет? В зависимости от того, как я буду услышана, но если что-то будет действовать, в любом случае я заинтересована и буду делать что-то для благополучия своего города, для того, чтобы реальные были дела. Вкратце, можете сказать, что сейчас происходит с Пермским зоопарком? Для зрителей, которые не являются жителями города Перми и Пермского края, для них ситуация будет всем понятно? В какой стадии сейчас и вообще в чем проблема с зоопарком? Все дело, что всем неизвестно, это не оглашается, были выделены небольшие деньги из бюджета города, несколько десятков миллионов. Старый зоопарк еще не закрыт, еще функционирует, уже заявлено, что новый должен функционировать давно, большой, расписанный красиво в охраняемой зоне нашего города, но по факту нету ни зоопарка. Старые работы, деньги выделены, денег в бюджете нет, и зоопарка тоже нет. И неизвестно будет он или нет.